Все, все молодцы! Всем спасибо, сейчас пару слов. С конца. Две контрольные точки, когда вы выходите на нападающий удар. Первое. Момент, когда пасыльщий касается мяча, вы делаете сверху и шах. Вторая контрольная точка. Мяч набирает высоту на средней передаче. Понятно, что если она в космос улетает, то тайминг будет другой. Но на средней передаче, когда мяч зависает в максимально высокой точке, вы делаете последние два шага, это напрыжки. Третий, четвертый. И с очень большой вероятностью вы встречаетесь с мячом. Это нужно запомнить, во-первых, постараться применять. И вот с видеокамерой очень хорошо будет видно. То есть вы видите одновременно и свое движение со стороны, и видите, как мяч у нас входит. Какие точки вот эти не соединяет. Поэтому постарайтесь себя поснимать на нападающем ударе и понять, в каком месте вы ошибаетесь. Самая частая ошибка – это слишком ранний приход. То есть смотрите, здесь суть в чем. Если у вас есть психологическая уверенность в том, что вы догоните любой мяч, вам не нужно торопиться, вы спокойно здесь, например, первыми двумя шагами подкрадываетесь, то есть делаете не быстрый, делаете правый, левый, а потом взрываетесь на напрыжки. И вы знаете точно, что напрыжкой вы дойдете до мяча. Но когда у вас нет этой психологической уверенности, вы что можете? Вы стоите в каком-то месте, вам делают передачи, вы понимаете, что вам нужно. Вы прибегаете, а потом понимаете, что еще есть время, стоите, ждете мяча. То есть все время старайтесь на вот эти вот моменты отследствовать. Первые два шага спокойные, а потом мы начинаем ускоряться. Да, у нас первый шаг маленький, второй подлиннее, а прыжка максимальная. То же самое с ускорением. Мы сначала идем медленно, потом быстрее, поэтому у нас называется разбег. Не торможение у нас, разбежались, подождали и потом напали. А разбег, мы набираем скорость. Значит, скорость нам важна еще в другом моменте. Смотрите, когда выполняется передача. Вот она пошла передача и вот она летит. Если нам нужно четко экстраполировать, то есть предугадать точку съема, вот в этом месте нам вот этот временной промежуток, когда мяч проходит в эту траекторию, соответственно, мы проходим медленно. И ошибаемся здесь вот так вот. Но когда мы дожидаемся мяча в высшей точке, и он у нас начинает уже по понятной траектории валиться вниз. И здесь вот на этом коротком промежутке мы быстрым движением, напрыжкой до него доходим. Нам не нужно экстраполировать вот эту траекторию отсюда. Мы ее смотрим вот уже отсюда и сюда делаем, соответственно, напрыжки. Для этого нам нужна скорость. Для этого мы должны развивать быструю напрыжку и быстрое движение, соответственно, на нападающем ударе. Если мы все делаем медленно, нам опять придется делать вот это вот, да, и отсюда смотреть, в каком месте у нас окажется мяч. Мы медленно-медленно туда уходим, стоим-дем. Это вот особенно видно на девочках, которые тренируются, ну, так, типа, начального уровня на мужской сетке. У них поставлена задача, чтобы мяч перелетел на ту сторону. Они приходят под мяч и медленно движением под мяч переводят его на другую сторону, да. То есть можно здесь с нулевой скоростью движения, да, и с нулевой скоростью кисти можно перебить мяч на другую сторону. Но нам этот вариант не подходит. Мы, наоборот, должны мяч догонять. И вот вы это, наверное, увидели, да, что когда чуть-чуть мы задерживаем движение по скорости вот этому, мы не попадаем, соответственно, в мяч, он у нас не летит уже под сетку, он летит у нас вперед. И то же самое происходит на высоте, когда вы прыгаете, да. Чуть задержали движение, все у нас уже идет плечо, а это летает куда-то вперед. Быстрая кисть. Быстрая кисть нам нужна. Так, дальше. Какие у нас упражнения? Первое. Мы делаем разножки. Левый, правый, правый, левый. Мы должны научиться приходить в одно и то же положение. Оно нам нужно будет на напрыжки, чтобы мы, опять же, на напрыжки приходили в одно и то же положение и тренировали все время из одного и того же положения. Дальше. Ромбик. Мы должны в идеале в зеркале, вы смотрите. У вас повернулись, сделали разножки, смотрим на ромбик, поднимаем ближе к себе и разворачиваем. Если у вас локоть прячется за плечом, а вы не видите, тогда нормально. Если вы начинаете видеть локоть, все, вы отвели в сторону, ой, руку. То же самое в профиль. Вы поворачиваете и видите, да, смотрите в зеркало, вы видите этот ромбик, видите таз развернутый более-менее вперед. Все, вы научились делать отведение локт. Дальше мы начинаем в прыжке его просто удерживать. Опять разножка, фронтик поставили, развернули, прыгнули, удержали. Удерживаем хорошо, у нас мышцы работают хотя бы на удержание. Потом мы начинаем делать вращательное движение. Раз, разгибательное движение два. Опять поставили, вращательное движение. Раз, разгибательное движение два. Какие это движения? Мучаем, мучаем, мучаем Здесь обязательно раскладывайте на два движения Отсюда у нас сначала вращательное движение Потом разгибание кисти Вращательное движение Разгибание кисти Дальше Берем мяч и начинаем по нему делать движения Так у нас вся кисть приходила в мяч И делаем все пальцы кроме большого Идут через мяч Ими мяч вращаем Принесли кисть Делаем движение У нас не должно быть вот этого Не должно быть вот этого Не должно быть вот этого Вся кисть И вращаем Вот так не делайте Не высовывайте вперед основание ладонь Раз, через мяч Опять же не делайте вот это движение Длинное не давите мяч. И каждый раз, когда вы бьете по мячу, вы делаете движение, смотрите, вот в этом месте мяч у вас. Смотрим за движением локтя, когда локоть идет. Вверх идет локоть. И если локоть у вас идет вверх, он у вас не будет падать вниз, сюда, вперед. И вот здесь вы смотрим. У вас локоть идет через мяч, через мяч, через мяч. И здесь он у вас тоже должен идти через мяч, через мяч. Вращаем, вращаем, вращаем. Вроде пока все. А, еще как пресс работает. А, по поводу пресса. Давайте, по поводу пресса. Значит, смотрите, у вас два вращательных движения. Соответственно, опять та же самая разножка. Таз удерживаем на месте, мы разворачиваем пресс сюда, тело разворачиваем сюда, корпус. И должны быстро вернуть вот в это положение, чтобы у нас не было перекручивания. Соответственно, мы делаем. Раз, напряженный пресс, два. А потом, если вы хотите нападать более, еще более эффективно, то вам нужно плечевые суставы подать к середине бедра движением, скручиванием пресса. И если вы видели, как профессионалы нападают, у них часто движение заканчивается еще и с ногами. Сейчас на ноги смотрим, получается, на ноги идут вперед. То есть пресс работает и снизу, и сверху. И вы закрываете еще более эффективно, еще более быстро, еще более мощно. Поэтому, что мы тренируем? Мы делаем отведение, приведение вот до этого состояния. В идеале, еще куда-то клюем вперед двумя плечевыми суставами. Отведение, приведение сюда. Отведение, приведение сюда. Чтобы у нас не было перекручиваний, ведим за линией плечи. Отвели, привели, отвели, привели клюв. И все у нас все с работающим, с напряженным прессом. У нас не должно быть отваливания плечевых суставов назад. Все. Спасибо.